Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Обжняя фаза явления началась в 16 часов и 30 минут, время образили. Затмение продолжалось 3 часа и 55 минут, до 2100 – самый большой. Луна прошла около центра земли тени. На этом этапе спутник отразил красноватия оттенок, популярный кровавый полноломие. Затмение служит для изучения состояния атмосферы Земли. Субтитры делал DimaTorzok Он может сообщить вам о состоянии отверстия в вазановом смоле. Субтитры делал DimaTorzok Наличие облаков и вулканических излучений в некоторых регионах планеты вызывает красноватий оттенок. Тем больше у них существует суспенсив в атмосфере, плюс красноватий оттенок останется. Когда Луна выходит в день Земли, мы видим это, потому атмосфера Земли производит два эффекта на солнечный свет. Первое явление преломления. Кривизна лучей солнца, которые окружают Земли, пока не достигнут Луни. Второе, подобно тому, что происходит во время заката. Атмосфера – красивый, полный и энергичный цвета солнечного света, как зеленые сни. Так что только красные лучи достигают Луной поверхности. Африка, ближнего востока и некоторых стран Центральной Азии являются местами, где затмение было полностью видно. Африка, ближнего востока и некоторых стран Центральной Азии являются местами. Южная Америка отметил конец. В Испании начало всей фазы было видно. Музыка. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, это астрономическое явление, которое происходит каждый раз Когда Земля становится частично и выполнена между Солнцем и Луном У нас есть Солнце, Земля и Луна вероятны И Земля проецирует свою тень на поверхность Луны Этот регион мы называем тень Этот регион мы называем полдень Надеюсь, я помог, вдохновлю Если вам понравилось, дать позитив Пописать, поделиться Комментарии ниже, что вы думаете об этом видео Спасибо, до свидания Продолжение следует... Продолжение следует...